всем привет бонжур халло вас приветствует не скучные новости манреаля ну что скажешь по делу нечисть манреаля работа сегодня мы готовим вас хэллоуина вот придет хэллоуин и вы уже готовы вы уже напуганы мой цвет настроение черный но мы сегодня вот так решили новости вы так без нас знаете повторяться нет смысла ну а дальше дальше так все плохо а будет еще ужаснее и конечно такое событие легализация каннабиса неужели мы молчим про первую очередь никита ты занимал вас тут дамы не стояли был мужик в шляпе 17 октября все побежали и я побежал манреаль и стар и млад бросил работу прогулял классы и выстроился в мавзолейную очередь 8 кварталов исторический момент легализации каннабиса никто не хотел пропустить пресса сбилась с ног а первые обладатели делились радостью в самом магазине полки закрыты товар спрятан но ознакомиться с ассортиментом можно по-модному листая экран тут и самокрутки и свежая трава и масло конфеты кексиков с волшебством не доставили но праздник был недолгим к полудню товар поистощился а на следующий день и вообще торговать стало нечем разочарованный люд вернулся на черный рынок а стоимость акций поставщиков пошла вниз начинаем курс моральной подготовки хэллоуину что ты хочешь сказать миру большой белый кролик я чисто карлинг показать а ты знаешь что надо делать с тыквой да ты не знаешь держись любимый телезритель сегодня через сюжет злобные кролики проявляют характер но мы с вами продолжаем разговор о том что вы пропустили спектакль мужской род единственное число вообще конечно это баловство сами ходите и наслаждайтесь всем привет бонжур первый восторг что случился в этом зале был у директора актерской группы это знакомство с ларисой авадис которая перевела именно эту пьесу мужской род единственное число с французского на русский это большой сюрприз то что вот здесь монреале собственно мы познакомились наконец-то с одним из создателей тоже это этой истории ну как бы переводчик это тоже создатель в данном случае российской версии этого спектакля этой версии это круто моя подруга принесла мне эту пьесу и предложила вместе перевести что мы сделали дальше я уехала в канаду совершенно забыв про эту пьесу и вдруг выяснилось что она неожиданно имела такой успех настолько вкусно написано и главное что очень хороший перевод ведь очень важно в комедии сделать хороший перевод это тонкости языка адаптировать юмор под российского зрителя и переводчикам это удалось это удивительно и поэтому пьеса имеет громадный успех даже сейчас спустя столько лет после перевода вот насколько ездим и везде принимают очень хорошо когда лариса сказала что еще восемьдесят девятом году она сделала перевод этого замечательного произведения этой пьесы то конечно это большой низкий поклон что мы сегодня смотрим то что было сделано так давно и что невозможно как бы убрать куда-то в долгий ящик а что является хитом потому что действительно очень хороший юмор а дальше конечно были полтора часа спектакля где все безудержно хохотали зал практически накрыла восторгом от пьесы в исполнении любимых актеров еще бы конечно браво все комедийные наши по духу в гримёрке не протолкнуться комедия комедия джанна который такой он веселый но не требующий столь большой отдачи от зрителя у нас андрей всегда он четко коротко по мысли я растекаюсь по древу он собирает ягода да или нет без собаки сегодня да ну знаете как не гадутыгат собака поэтому я могу без собаки нет но на самом деле это было очень давно уже давно неправда то есть это осталось прошло поэтому но это прямо вот это будет идти всегда когда говорят ребят 6 кадров которые они совсем не 6 кадров помимо этого куча всяких интересных мощных ролей работ но это привязывается а у меня мы с мухтар собака ну это уже свойство профессии да 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 ну что поехали или так и будем тормозить вы да не волнуйся мало ли тормозов мне реально первый раз что ли ты это видела а ты да в Редактор субтитров А.Семкин С вами проект Легкие Деньги. Мы делимся полезным опытом, чтобы вы смогли осуществить свою мечту, на которую, к сожалению, у вас пока нет денег. Ну, например, провести каникулы в тропиках. Сегодня мы поговорим об ответственном или разумном потреблении. Точнее, об одном из его механизмов – рынке поддержанных вещей. Что это такое? Это когда вы покупаете, продаете или просто отдаете вещь, которая была уже один раз куплена. Может быть, кто-то уже ей пользовался. А у вас нет такого же, но с перламутровыми пугольцами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Где же находится этот рынок? Конечно же, в интернете. Многим из вас известны такие интернет-платформы, как eBay, Kijiji, Lipak и многие-многие другие. Одна из платформ даже умудрилась сделать свой индекс экономики поддержанных вещей. Угадайте, какая? Конечно же, Kijiji. С 2015 года Kijiji совместно с Университетом Квебека в Монреале проводят ежегодные исследования на эту тему. По данным отчета 2017 года, ссылка в описании, 85% канадцев участвовали в транзакциях на рынке поддержанных вещей. Все в том же 2017 году почти 2,5 миллиарда вещей нашли своих новых хозяев. Это приблизительно 80 вещей на каждого человека. В сумме рынок составлял почти 29 миллиардов долларов. Если поделить эти цифры на всех участников купли и продажи, то получается, что в среднем каждый, кто продавал, заработал 1134 долларов в год. А каждый, кто покупал, сэкономил в среднем 825 долларов на человека. Интересная деталь. Вещи, купленные на Kijiji, стоят почти в три раза дешевле, чем в магазине. А в некоторых категориях эта разница доходит до пяти раз. Хотите знать, что это за категории? Оставляйте комментарий. Что же больше всего пользуется спросом? Огласите весь список, пожалуйста. Итак, первое место. Одежда, обувь и аксессуары. Место номер два. Вещи, связанные с развлечением. Например, кассеты, книги, DVD. Место номер три. Одежда, обувь и аксессуары для младенцев. На четвертом месте находится мебель. Ну и, наконец, замыкает первую пятерку. Категория. Игры, игрушки и видеоигры. В следующих выпусках мы подробнее рассмотрим, как заработать еще больше с помощью рынка поддержанных вещей. А пока мы предлагаем поучаствовать в онлайн-проекте, связанном с предыдущим выпуском нашей программы. Вы еще не посмотрели? Обязательно идите по ссылке и посмотрите его. Все условия проекта находятся в описании. Спасибо за внимание. Смотрите нас, экономьте и богатейте. Легких вам денег. Кстати, друзья, если вы сомневаетесь в серьезности наших намерений помочь вам заработать, давайте проверим. Первые три человека, которые захотят проверить страховку вместе с нами, пишите. Мы выезжаем и делаем вас богаче за 20 минут. Поехали. Не забудьте. Напоминаем, что вы смотрите монреальские нескучные новости, а на дворе Хэллоуин. У вас есть шаг стать настоящим джедаемом и уничтожить всех упырей в вашей жизни. Это не комната страха, а виртуальная реальность. Здесь щекочут нервишки по собственной воле. Тут съедают тираннозавры, глотают оверапторы, падаешь с горки и переживаешь все, что снилось в кошмариках. Хватит меня есть. Ужас. Просто ужас. Меня съели раз в 20. Адреналиновое место. Оно же антистрессовое, доложим вам. Надеваешь волшебные очки с реальностью в 5D и... Жизнь как кинолента. Зовешь маму, прощаешь тещу, шефа и дальше по списку. А кто громче кричит? Мужчины или женщины? Я сказал бы и мужчин. Да, обычно подумал, что женщины, но... Женщины все смешно, они вот на машинку встают, они просто вот так встанут и не кричат. А когда мужчины встают, они так не делают, но не кричат. Но это были еще цветочки. Настоящие ягодки. Битва с зомби! Ну что, кто на меня? Умри! Собака. Да не под вашими ногами. А, да, ну что? Так что всем, у кого руки чешутся, чешите. А вот антистресс здесь. Даже русская рулетка. На сегодня это все. Всего вам самого светлого в этот Хэллоуин. Пишите нам и подписывайтесь на наш канал. И да пребудет с вами сила!